Одинаковый разрушительный внешний удар именно по этим традиционным ценностям. По России, так получилось, что 19 августа 1991 года я по случайному совпадению, а 4 октября 1993 года осознанно оказался в Москве, у Белого дома и Останкинской телебашни. Это все помнят, что там происходило у нас здесь. Прекрасно помню, какой была Москва, какими были другие города, какими были люди. Помню, что стало со сверхдержавой СССР, затем Россией после этих событий. Помню, как по открытому шлюзу хлынул нам Запад во всех проявлениях. Как мы на всех уровнях ползали перед ним на коленях за дешевые подачки, угробили всю свою экономику и культуру, забыли о национальной гордости. Помню прямую трансляцию штурма Белого дома в Москве телекомпании СНН, которая купила эксклюзивные права на это. Там погибли сотни людей. Столица великой державы сжалась в комок страха. Из нашего горя сделали шоу на весь мир. И я подумал, что если бы в 17-м году тоже было телевидение, какая-нибудь СНН тоже нашла бы у кого купить эксклюзивные права на шоу, право на поток долларов, на крови свой карман. Великая Октябрьская революция – это не продукт кучки авантюристов, это продукт системы, который сам стал системой. Когда ты живой человек, а не ее безвольный винтик, она, система, пройдет по тебе многотомным катком. Либо сравняется всеми, либо раздавит. Как по мне, по моим близким прошелся этот каток, я почувствовал глубже и понял только тогда, когда бороду покинул последний черный волосок. Она, Великая Октябрьская, все еще не отпустила меня, не отпустила миллион моих соответственников, Россию. Да, она структивно вбирается из ее пуд, но системе это не по нраву. Да, мы, как некоторые, не шьем трусы рисунка государственного флага с государственной символикой на точке патриотизма. Но мы стали уважать себя, свою страну. Может, до трусов из госфлага дело не дойдет, но мы, надеюсь, снова начнем писать слова «Отечество и Родина с большой буквы». Иран, представление европейцев, пугающе закрытая страна исламского фундаментализма. Я, коренной самаркандец, Узбекистан, большую часть жизни проживших в России был удивлен и счастлив увидеть и почувствовать обратное, короткие юбки и голые плечи – не признак открытости. Попробуйте в любой стране Европы, тем более в США, подойти к незнакомой женщине и спросить что-то, не дай бог улыбнуться ей. Там каждый человек внутри собственного кокона, который прочнее и темнее хиджаба из самой плотной ткани. Свобода заключена в железобетонный панцирь самоидентичности. В Иране за недемократичными хиджабами не показная, а настоящая свобода. Здесь живые и искренние, гостеприимные люди, которые, не задумываясь о том, демократично ли это, вам улыбнуться открыто. В их интонациях вы услышите не холодную враждебность чужого мира, а тепло давно забытого родного очага. В каждом доме я встретил почтение к старшим, нигде не видел, чтобы юное поколение зависало над гаджетами, было их родом. То есть и в этом они более свободны, чем мы. Книга здесь все еще в великом почете, все еще, как в моем детстве, семьи ходят друг к другу в гости, ведут неторопливые беседы, поют национальные песни, танцуют. Пришлось им не тряхнуть стройной. А при этом во всех домах, где мы были, огромные плазменные телевизоры, компьютеры и прочее. Когда ты внутри этой страны, с этими людьми, начинаешь задумываться, так ли уж мы, европейцы, ушли от них далеко вперед. Что означает, и чего стоит наша цивилизованность. Да мы беднее любого ревесенника в средневековом Нишапурском базаре. Мы без своего гаджета ничто. Он самодостаточен. В нем человечности и человеческой образованности и опытности больше, чем в любом крутом мэнни или леди. Мне захотелось подняться до них, почувствовать себя дома. Поэтому не стал даже вынимать фотокамеру из сумки. И получилось. Я вернулся к истокам. Я был в родной среде, которую создали мои предки. Я видел их лица, слышал их дыхание, слышал их голоса. Я был снова маленький, босонокий мальчишка, который непредразличен любому встречному взрослому. И я вспомнил урок, который мне преподали именно в босонокую юность. Как-то мама напекла в тандыре хлеб и послала на нас к дедушке и бабушке с горячими лепешками. Каждому вручила по кульче, кульча это маленькие сладкие лепешки, чтобы балакрулись мы сами. На дороге я наелся и остаток кульчи бросил в пыльную землю. У калитки стоял какой-то дед, которого я не узнал. Он схватил меня за ухо и заставил поднять с земли этот кусок хлеба. Какие при этом слова он говорил, забылось. Прошло более 50 лет. Но я помню жар стыда, который через горящее ухо наполнен все мое существо. С тех пор доедаем свой кусок хлеба до последней крошки. Да, в России ни в грош не ставят западные ценности свободы, равенства и демократии. Свободы от ответственности перед семьей, которой там давно уж нет. Кого и что могут родить равнополые браки. Нет семьи, значит нет предков. Истории, которую они создавали, она лишь инструмент для перекраивания под все минутные интересы. Нет истории, значит нет многовековых культур, традиций, на которых держался и держится фундамент нашего мира. С одобрения и на деньги самого гуманного, самого свободного и самого демократичного дядюшки можно с легкостью варварски уничтожать Польмиру. Да, в этом смысле Россия варварская страна. Цивилизованные только и делают, что разрушают, а она неустанно строит новое, восстанавливает разрушенные цивилизованными, обремененными человечностью и супергуманными ценностями. Да, Россия не может, как заокеанский дедимон, похвастать тем, что стерты грани между нациями и национальными шинствами, тем, что есть единая нация, и не может хвастать тем, что в ней процветает национал-шовинизм и расовая дискриминация, и не может наконец хвастаться тем, что как брат дедимон, дармоевствует на пустых зеленых бумажках, а упорно строит свое варварское будущее с такими мостами, как Крымский. В этом смысле Иран с Россией единокровные братья. Иран, так же, как и Россия, хочет сохранить свою идентичность, мангонациональную идентичность, что там, что тут не хотят, чтобы исчезли с земли последний Эвенк или Бахтиари, Бурят или Мазендарамец. Если в России сквозь века бережно несут память о Перуне и Ириле, в Иране, в стране, с точки зрения западной пропаганды, махрового исламского фундиментализма, на государственном уровне празднуют все зарастритические праздники, традиции, это живые люди, живая память, это уважение предков, это самоуважение. Вот за это, в случае общей беды, люди проливают кровь, не жалеют собственной жизни, а не за теплый унитаз на поле боя и шуршание зеленых бумажек в кармане. Во всех войнах и военных конфликтах сухим из воды и с полными карманами выходит одна страна, США. Страна, которая выиграла только две войны из 55 при всей своей военной мощи. Вспомним вторжение на Гренаду в 83-м году, операция называлась вспышка ярости. И 89-й год вспомним, когда Америка вторгалась в Панаму, операция называлась правое дело. Остальные пользователи зеленых бумажек долларов, то есть, этому вынуждены потворствовать. Никому не выгодный слабый доллар и слабая экономика страны-производителя давно пустых теперь бумажек. Обе страны, Иран и Россия богаты в свою очередь не природными ресурсами, а многовековой историей и культурой, уникальными, неповторимыми традициями. Их судьбы похожи и не похожи, но обе многократно, как птица феникс, поднимались из пепла. Им есть, что терять и чем дорожить. Первый победный крик новорожденного, последний вздох многомудрого старца, радость и слезы матерей и отцов, провожающих своих сыновей на защиту отчизны. Они хотят рожать и растить не разрушителей, а строителей, мостов, городов, театров. Когда мы с друзьями из России ходили в потоки людей тегеранских улиц, мы вглядывались в лица и размышляли вслух. Неужели человечеству так надо, чтобы вот эти милые люди перестали светиться и согревать нас, путешественников, добром, чтобы они горькие слезы купались в крови? Неужели надо, чтобы мы лишились радости узнавания и познавания все новых, таких непохожих на нас и таких родных для нас людей? На днях прочитал строки иранского поэта Георуса Абульмалитян в переводе моего друга Хасейна Тава-Тава-И. Мы молились, подняв глаз лица к небу, а с неба упала бомба. Так называемая западная цивилизация огнем и мечом прокладывает себе путь, завоевывает пространство во все времена, при этом не спрашивая ни у кого, нужна ли им эта цивилизация, кому же незападных народов, народности, племен и так далее, одним словом варваров, принесла благо западной цивилизации индейцам, африканцам, азиатам, может лучше стало жить иракцам, сирийцам, сирийцам, станет лучше иранцам, наконец, россиянам, если падут ниц от санкционного давления и широко распахнут ворота ценностям. К сожалению, жизнь показывает, что традиционные ценности Запада и Востока полярно несовместимы. Ладно бы в умах, от этой незавиместимости с неба падают бомбы. Спасибо. Спасибо. Игорь Негода.